Всем привет! С вами Алексей. 18 сентября 2021. Находимся в гостях у Сергея Триопоника на его, скажем так, открытом участке, где произрастает трапезунт. Если вам видно, сейчас подниму повыше, там дальше идет речка, низина и достаточно открытое пространство. Сейчас Сергей покажет свои растения, посмотрим их состояние, как они развиваются, и поговорим о формировке, и покажем, конечно же, самое приятное урожай сорта трапезунт и его отводки. Здравствуйте! Всем еще раз! Всем приветствую! Мы находимся у меня на участке. Основной сорт у меня это сорт трапезунт. Ну, помимо этого, мы на данный момент еще вводим несколько сортов, которые считаем, будем говорить так, будут удачные на нашем регионе. Поэтому в этот раз мы покажем орех не только трапезунта, но еще одного сорта, так сказать, первый сигнальный, для того, чтобы ввести в этот сорт. По трапезунту. Развитие трапезунта нечего говорить, тут достаточно все спокойно посмотреть самостоятельно, поэтому все разговоры за развитие трапезунта, в принципе, не актуальны. Это видно у практиков, причем не только у меня, а все, в принципе, практики, которые занимаются на территории Украины трапезунтов, относительно хорошего мнения об этом сорте, как раз таки. Так что, ну, как говорится, пройдемся, посмотрим на сам урожай. Давайте, конечно. Этот сад выводился по определенной технологии. То есть, эта технология предусматривает как раз таки отсутствие раннего урожая. То есть, вот это все, что вы видите, это первые сигнальные урожаи. Как раз таки для, ну, будем говорить так, здесь проводились те методы по формированию, для того, чтобы как раз таки предотвратить ранний старт урожайности этого сорта. Ну вот, сорт трапезун. На следующий год, в основном, вот эти вот уже растения заложили достаточно сережек. И, разумеется, уже в следующем году я уже вряд ли удержу эти растения от урожайности. Поэтому в следующем году, конечно, урожайность уже будет достаточно, ну, будем говорить так, больше. Но в этом году, для того, чтобы получить качественные саженцы, как раз таки вот в этом году еще проводилась, будем говорить так, обрезка некоторых кластеров, для того, чтобы снизить урожайность. Ну, чтобы дать развиться растению. Со следующего года, разумеется, уже эти растения пойдут в плодоношение. Ну, разумеется, урожайность не только на этом растении. Была и на других. Частично мы уже собрали. То, что уже опал, как говорится. Ну, опять-таки, по всем растениям, в принципе, трапензунт одинаковый, как размером, формой. То есть, трапензунт не является круглым орехом, как многие показывают. Он имеет вот такой вот приплюснутый вид и чуть-чуть овальненький. Ну, и вот и шип. И главное его отличие, это тыльная сторона. Она достаточно широкая, практически не имеет вот этого схода. То есть, тыльная сторона широкая. То есть, у трапензунта не бывает узкой тыльной стороной. То есть, многие сорта есть и с шипом, как у трапензунта. Ну, у трапензунта шип идет аж вот с этих частей, то есть, по всей плоскости, а не узенький такой сверху. Вот это вот трапензунт. И трапензунт не блестящий сорт, то есть, у него вот такая матовая достаточно кожура. Ну, как говорится. Ну, идем дальше, идем к тому еще, покажем орех, и потом пойдем к сорту Николь, покажем уже орех другого сорта. Ну, опять-таки, трапензунт. Выращиваются прекрасные саженцы этого сорта. Ну, и плюс потихонечку начинаем уже выходить на урожайность эти растения. Ну, опять-таки, сережек заложено достаточное количество на растения. Поэтому в следующем году уже, разумеется, у меня выхода нету. Эти растения будут потихонечку выходить на саму урожайность. Теперь пойдем по сорту Николь быстренько покажем. Ну, и покажем по обрезкам, по формировкам. По отводкам. Да, по отводкам. Сорт Николь я очень часто показываю. Он мне нравится. Высота. Высота. Параметров, да? Я не знаю, сколько. Ну, у меня метр семьдесят. Да, да, там пару метров, да. Чуть больше. Да, сколько там. Сейчас покажу. Вот она обрезочка, например, да, была. Подрезочка, вернее. И вот эти вот приросты, вот это все, это за этот год. Шикарные приросты, то есть так же самое, как ствол сформировался. Все очень хорошо колусуется, то есть без вопросов. Ну и самый главный вопрос, конечно, это по самой... А, ну вот еще то, что мы по тропензунду тут собирали до этого, и там еще надо собрать. Есть, есть орешек. Это сигналка, сигналка, которая размерами уже, скажем так, громадная. Вот сорт Николь. Ну, то есть я показывал. Вот здесь этот орешек. Ну и там еще два. Ну и вот будем смотреть как раз таки, как выглядит. Ну и пару слов об этом сорте. Ну, это опять-таки сигналка. Она может быть сейчас на данный момент, ну, немножко отличаться от дальнейших показателей этого сорта. Ну, это достаточно крупный, достаточно крупный орех. И, по всей видимости, он тоже войдет в категорию тропензунда по размеру. Просто это не сорт Николь маленький, это тропензунда огромный. На самом деле, если взять, ну, как бы, калибр, то, ну, мы, разумеется, покажем ядро со временем, покажем бланширование. Ну, у меня, будем говорить так, все основания есть на то, что сорт Николь ядром ляжет в калибр первой категории. То есть по цене этот сорт будет, ну, скорее всего, такой же, как тропензунда. Теперь о ценовой политике. Почему именно я занимаюсь тропензундом? Дело в том, что орех элит-класса и первого сорта, по сравнению с другими сортами, имеет ценовую политику в 2-2,5, а некоторые сорта элит-класса даже в 3 раза дороже, чем обычные технические сорта. То есть собрав килограмм технического сорта, вернее, 2,5 килограмм технического сорта, по цене вы получите то же самое, что килограмм этого сорта тропензунда. Просто из-за того, что банально закупочная цена этого размера гораздо выше, чем обычных технических сортов. Вот и сорт Николь. Как раз-таки мы анализируем то, что он войдет в этот же калибр. По крайней мере, мы видим по первым урожаям то, что это растение в состоянии, по крайней мере, давать орех калибра, который нас устраивает. Саженцы мы пока еще не делали этого сорта. Ну и вот по поводу опылителя возможного я тоже о нем говорил. Ну и как видите, по первым признакам, по крайней мере, закладка сережек идет повсеместная, очень сильная на сорте. Ну и вижу его вполне и как основным сортом, ну и как если повезет после определенных исследований на качество как опылителя, то, разумеется, надеюсь еще, что он покажет себя как опылитель. Вот, это то, что по ореху. Теперь вот по саженцам. Давайте поговорим по таким вещам. Это вот киросун совершенно как бы другой. Вот тут лежит только две ветки, причем одна ветка здесь сложилась вот такая доминантная, то есть тройняшечка, да, то есть очень мощная. И вот разница. То есть здесь очень сильные саженцы. Смотри, какая толщина. Ну, то есть тут трехлетка, да, толщина двухлетка. Я просто к чему? То есть при производстве саженцев учитывается количество. То есть возможное количество саженцев, которое растение потянет. Если делать саженцев много, то качества вы не добьетесь. А очень нормирование вот именно количества. Ну, идем, подойдем к саженцам. Вот там, где меньше положено веток саженец, конечно, намного посерьезней. Ну, по толщине, да, как бы, идет. Я просто к тому, что многие производители как раз-таки жадничают и начинают сильно оставлять много саженцев. Разумеется, вот такого качества. Ну, вот отойди по размеру, пускай посмотрим по сравнению со мной, да. То есть вот такого саженца вы не добьетесь, если не будете нормировать как раз-таки положенные ветки. То есть здесь от цели как раз-таки вырастить саженец качественный для, ну, будем говорить так, это саженцы больше можно применять даже как материнский материал для того, чтобы делать дальше маточники. Вот, то есть это сорт Николь. Вот это прививка сорта Николь. Вот видно сережки. Я выкинул этот сорт. Вот остальное все трапезун. Вот. Ну, качество саженцев, что ты можешь сказать об этом, смотри сам, как говорится. Да, да, все в порядке, все хорошо. Какие еще сорта? Керасунд. Керасунд. Керасунд является шикарным опылителем. Для трапезунда. Да, 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 для трапезунда. При этом этот сорт очень, будем говорить так, сильно рослый. Он очень хорошо формируется штамбом. Вот, например, даже, будем говорить так, с доминантного побега можно такой елкой, да, сформировать. То есть не вот этими отходами, ну, даже в таком категории. Саженцы у него прямо стоячие в основном, очень хорошо, сильно развивается. Прекрасный опылитель, показал себя шикарно к трапезунду. И при вот этих вот двух годах, которые были аномальные морозы, в частности в этом году, по сравнению даже с некоторыми украинскими сортами, которые являются опылителями, он практически не было подмерзания. Очень долгий срок у него пыления оказался. Ну, и я вижу просто по нему, что очень качественный сорт, как опылитель. Сережек тоже у него достаточно идет, ну, закладка. Ну, это же более молодое растение, вот там, если хочешь, давай на том. То есть киросун тоже, как и сорт Николь, в состоянии закладывать очень серьезно, ну, будем говорить так, сережки. Очень хорошо формируется штамбом. Ну, в принципе, можем подойти к штамбу. Штамб очень красивый. Да, очень легко формируется, в принципе, без проблем колусуются срезы. Ну, шикарно себя чувствует. Тоже пару метров, чуть-чуть. Да, то есть как опылитель, ну, вот, посмотри, какие чудеса. Тут все в сережках, да. Вот, вообще, я не видел еще такого, честно сказать. То есть, конечно, по этим показателям он вообще шикарный. По ореху, по камесь, ничего не могу сказать. Киросун меня не очень устраивает по калибру, потому что у меня ориентация больше идет на элиты первый сорт по размеру ореха. Но, как опылитель, будем говорить, так и нету выхода, так как это единственный сорт, который, по каместе, я вижу, что хорошо себя чувствует в нашем регионе и прекрасно подходит к трапензунду. Ну, мы со временем подберем, уже начали подбирать другие опылители и будет намного все гораздо интереснее. Пошли дальше, да? Так, что-то про формировку хотел очень важное показать. Результаты, самое главное, результаты. Мы вам показываем результаты, ребят. Все перед вами. Отводки, орешки. Вы все прекрасно видите, да. Достаточно открытая местность, водоем. Ну, как бы, я не знаю. Прекрасные результаты. Человек занимается. Пока, и сейчас покажет, мы снимали здесь обработку. Мы в начале сезона показывали обрезку вот этой части и там некоторых растений. Здесь оставались буквально, кстати, вот на шедевре тоже уже потихонечку сережки начинают образовываться. То есть, надеюсь, на следующий год будет, будем говорить так, сигнальный урожай. Вот это третья вегетация, то есть третье лето. Мы делали обрезку, показывали обрезку вот этой части. Потом однолетних сраженцев. И вот, будем говорить так, вот с тех незначительных, они же какие были, ну, такие были у нас, ну, когда мы обрезали, забыл, веточки. Вот сейчас это выглядит вот так. Вот что делает обрезка, правильная обрезка с правильной подачей на паганы, то есть с переводом силы. Вот что делает обрезка за один сезон. То есть, вот отсюда, вот это вот все, это приросты этого года. Вот, ну, это трехгодичный. Потом мы делали обрезку, очень много было, будем говорить так, обсуждения на эту тему годовалых саженцев. То есть, вот она, нижненькая обрезка, которую я рекомендую и которая описана. И это очень был слабый саженец, ну, неважно. И вот за один год этого прироста достаточно толщины. Мне достаточно в следующий год здесь сделать обрезку, чтобы вывести две. И будет со временем формировка уже как по тематике. Это сорт гетманский. Очень шикарный, растет шикарно, нравится. Это очень были слабые саженцы. И такой результат на слабых саженцах меня, этого сорта, ну, полностью устраивает. Вот он, кстати, тоже рядом с тобой, вот куст. Да, сейчас, смотрите, здесь ветра постоянные у нас. Сейчас немножко... Да, гетманского. Это вот уже выведет. Я, у него ветки первые для того, чтобы в следующем году получить стартовый материал. Открытная местность, пожалуйста. Водоем. Ну, я надеюсь, вам видно. Дальше водоем. Ветра постоянные, подтверждаю. Потому что сегодня... Ну, сейчас, слава богу, ветер утихнет, но... Но ветер был достаточно. Это тоже годовалый, это тоже слабый саженец. Но при этом вот отсюда с этой вот обрезки низкой, этого достаточно прироста для того, чтобы в следующем году получить результат. Помимо этого, я вижу, что у него шикарный опекальный цвет опекалок. То есть, у него все хорошо, и я понимаю, что в следующем году будет прекрасным. Капельного полива нет, как видите, здесь все природно. Как бы, уход есть, разумеет. Минимальное количество обработок. Вот тоже сорт гетманский. Сажались вместе с теми же саженцами. Просто здесь более стандартный был саженец. Если бы я бы, будем говорить так, высадил сюда бы в стандартный саженцы, те бы саженцы были тоже вот за один сезон. Отойдет, покажи. Да. Где-то. Вот можно добиться вот такого роста за один сезон. И, разумеется, здесь и толщины, и высоты хватает, чтобы сформировать прекрасный штамп. Отлично. Вот этот мы еще обрезали, насколько я помню. И вон там еще один шедеврик, да, который покажем. Тоже сорт гетманский, тоже достаточно. Мне вот этой высоты, это я подвяжу, выровняю. Ну, будет чуть-чуть наклон, как на сорте Николь такой. Ну, и что мне, как бы, это не важно. Вот. Идем в шедевр, последненький покажем. Вот здесь там интересно. А трапезон кустом покажем? А, кустом. Да, потому что у людей очень много вопросов. Куст, штамп. У Сергея есть и куст, и штамп. Ну, отойди чуть-чуть, покажи его. Есть просто... В общем, тут два года выращивались саженцы. Два года я уже саженцы с этого растения не получаю. Оставил вот эти вот три ствола. И вывел вон еще два. И вот этот новенький один вывожу. Вот, кстати, тоже обрезка этого года. И вот это вот прирост. Весь за один год. То есть вот отсюда, при нормальном уходе, вот такой прирост даже больше есть в некоторых местах. Ну, вполне... То же самое. Он еще не плодоносил, но в этом году уже, да, он уже, конечно, он готов весь полный. Ну, да, он даст. Ну, я уже, да, я уже не смогу удержать. Режу все. Плодоношение, конечно, уже все, уже... Ну, рост уже два метра, то есть он-то дальше будет продолжать. Пророста двух, ну, где-то да. Вот, вот в следующем году, надеюсь, здесь получить... Ну, он уже весь. Очень компактный куст. Сережка. Это же видишь, что творится. Да. То есть понятно, что уже я не смогу его сдерживать на урожайность. Ну, уже и пора, как бы, именно так, чтобы все нормально. Идем еще шедеврик, хочу показать, как там, где не отставляли кроповочные ветки. Вот этот я тебе помогал. Да. Вот этот шедевр, мы его... Он сажался вместе с теми, которые мы показывали. Но в чем тут разница? Если там я оставлял, ну, например, две ветки и плюс еще две страховочных... Ну, ты же прикрепишь видео, да, посмотрят. В описании будет это видео, как я понимаю. Да, да. То здесь отстраховочные не оставлялись, а здесь сразу оставлялись, будем говорить, так, ветки, которые нужны, да. Ну, они по сравнению с теми, ну, не говорю, что больше, ну, по крайней мере, сантиметров, наверное, где-то на 10, на 15. Как бы прирост у них, по-моему, побольше, чем у тех, да, может быть, по толщине слабее. Но есть небольшой риск, да, что если ветер, птица сломала, то... Я просто вот этим хочу показать, насколько влияет регулировка нагрузки. Что даже две ветки оставленные там, страховочные, на месяц, все равно по итогу сезона видно, что эта нагрузка повлияла на силу роста. Здесь вот, например, не оставлялись, да, видно, что прирост немножечко больше. Там тоже все хорошо, все качественно, толщина, все. Тут просто цель объяснить, что обрезка это очень необходимый процесс для успеха вашего мероприятия. Потому что если ее не сделать вовремя, не сделать правильно, у вас будут ранения. Ну, мы уже об этом говорили. Я думаю, что фундук у нас не до ленивых. Я думаю, что посмотрят другие видео. Вот. Мы просто сейчас показываем итог. Вот итог. Была обрезка. Вот итог. Были сомнения на эту тему. Были комментарии. Что вы делаете. Вот что мы делаем. Вот мы показываем то, что это все работает, дает результативность. И вот смотрите сами свои. При правильном подходе. Да, при правильном подходе. Хотите самый крупный орех в мире из округлых? Пожалуйста, занимайтесь. У Сергея на канале, ссылочка на канал Сергея будет прикреплена к этому видео. Вы можете зайти на его канал. Обязательно подпишитесь. И обязательно не ленитесь, изучайте. Потому что вообще по фундуку, если вы хотите добиться каких-то действительно нормальных результатов, ребят, вам придется изучить его. Если вы его не изучите, то сильных результатов, к сожалению, вы не получите. Сорта отличаются друг от друга. Надо понимать каждый сорт. Есть слаборослые, есть сильнорослые, есть сорта капризные, например, к перепадам температуры, требующие определенных обработок. Но есть сорта, которые очень простые, которые не требуют определенных, там, ну, начальных, будем говорить так, только каких-то обработок. Вот, например, как сорт тот же трапензун. То есть, если вы в начале... Ну, это не только трапензун, это вообще в общем фундука касается. Но вот если вы в начале сделаете все правильно, у вас дальше это будет продолжаться очень легко, очень хорошо, и все будет, ну, как бы замечательно. А вот это именно важно. Это именно то, что мы пытаемся вам показать, вам объяснить. Что обрезки и определенный уход очень необходимы. Ну и, разумеется, сорт. Сорт, сорт, сорт и еще раз сорт. То есть, от сорта зависит большая часть вашего успеха. То, что обрезки, это все можно подправить, можно переформировать растения. Но неправильно выбранный сорт, ну, разумеется, вам не даст определенных... Ну, либо качество саженцев. Плохое тоже повлияет, разумеется, на, ну, будем говорить так, на ваш успех. Вот, как бы так. Да, спасибо большое. Сейчас пару слов от себя еще добавлю. Смотрите, ребята, у Сергея на канале есть методички. Если вы заинтересовались трапезунтом, покупайте трапезунт, желательно даже перед тем, как покупаете, изучите эти методички. Там ничего абсолютно сложного нет. Сергей просто расписал технологию, как правильно сделать так, чтобы у вас были вот такие замечательные растения, и у вас были орехи, и все это делалось вовремя, и никаких подмерзаний, никаких проблем у вас с трапезунтом вообще не возникнет. Ссылочка на канал Сергея будет внизу в описании. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал обязательно, со звенящим колокольчиком. Изучайте фундук. Всем огромный привет из Харькова. Всем спасибо и всем пока.